Мы решили первое отделение посвятить всяким летающим существа. Вот это значит будет история. Хороший начал. История, в общем-то, банальная. Варили дети молоко. Из местной подзаборной. А кот-барбос за этим делом внимательно наблюдал. Ну просто тусил по кухне. И всем под ногами вмешался. И ему уже и на лапы наступили, и на хвост наступили. И споткнулись от него десять раз. Из кухни три раза выгнали. Но каждый раз назад возвращался. Потому что интересно же. Не каждый день дети молоко варят. А тут прибегает с балкона мелкий. Крючит пацаны, шухер, мамка идет. И на кухне за минуту доводится идеальный порядок. Плиту протирают. Все листики сметают в газету. Заворачивают на дно ведра. Засовывают. Кастрюлю выносят на балкон. Ставят под стол. А все дети, типа как нормальные. Дети всегда телевизор смотрят. Мама пришла. Кот-барбос ее встретил. А в колготке потерся. В сумки заглянул. И пошел на балкон посмотреть. Че ж там дети навалили. Крышку носа раздлинул. Фу, Конька, горячо. Пить нельзя. Через час еще наведался. Близнул пару раз. Фу, горько, невкусно. А еще через полчасика подумал. Надо же молоко, какое интересное. А не накатить ли мне еще? Подумал кот-барбос. А это, между прочим, первый признак. Что молоко уже пришло и больше не надо. Ну, барбос не в курсе был. Вы в кастрюлю полезли. А тут летит ворона Маня. Садится на перила. И спрашивает, что вкусно. Барбос отвечает, не вкусно. Но очень интересно. Если хочешь сама попробуй. Ворона сильно удивилась. Обычно-то барбос на нее зубами щелка. Это лапой машет. А тут вот такая доброта. С чего бы это? Нет ли здесь подвоха? Ну, любопытство все же пересилило. Слетела ворона в кастрюле. Клюнула грамм 15. Размазала его ментально. Ну, птица, птушка мелкая, метаболизм быстрый. И вот лежат они в центре балкона. В центре радуги. Кот барбос и ворона Маня. Постигает суть вещей. Необъятность явлений. Ворона говорит, слышь, барбос. А в этой теме, наверное, летать прикольно. Бабос говорит, ну, я не знаю. Я вообще летать не прикалываюсь. Ну, ты если прикалываешься, то чего я ничего против не имею. Ты полетай. А я прикалюсь, как ты летаешь. Ворона говорит, я бы полетела. Но вот эти стены, прикинь, давят на меня эти стены. Развернуться не дают, подняться не дают. Барбос спрашивает, какие стены делать? А, вот это. И это ДСП, труфлявая. Лапоть не рассыпется. А вот там в углу уже дырка есть. Пошли покажу. Залезает они в угол. Ворона с сомнением заглядывает в дырку. И говорит, сомневаюсь я что-то, что я в эту дырку пролезу. Я же, смотри, какая большая. У меня одних крыльев метра полтора. Барбос говорит, Маня, ты гонишь. И я в четыре раза больше тебя. А в эту дырку пролезаю, как нефиг делать. И показывает вороне, как это делается. И по ходу дела малинка падает. С пятого этажа. Вот, на четвертом этаже там совсем другая тема. На четвертом этаже там Витя живет. Он алкоголик. Витя storms. Продолжение следует... Продолжение следует... А Витя к себе соседку зазвал... Только-только они в кровать влеглись... Только-только чем-то толком занялись... А тут мама вернулась... Витя ей не открыл, понятное дело... Только она вышла во двор... Ставит посреди двора... Орёт на весь двор... Витя! Пидорас! Открывай! Ну и какая тут любовь под такие крики? Витя выскакивает на балкон... В чём есть... То есть в одном призермативе... Переклоняется через перила... Хочет маме ответить... Что довольно рогичное... Но отвечает только... Ой, бля! Потому что на спину ему падает... Кот-барбос! Впивается в неё... Всеми когтями... И тоже орёт... Ой, мяу! На этот шум... Выбегает из хаты... Витина подруга... В простыню замотана... Пытается от него кота ототрать... Простыня с неё падает... Перед всем двором... Она конфузится... Убегает обратно в хату... А Витя на простыня поскальзывается... Ломает головой табурет... И тут, докопая поза... От неё отцепился... Перескочил на соседний балкон... Очень ему Витя не понравился... Но в самом деле... Стремный какой-то мужик... Голый скачет... Матюкается... Табуретки ломает... А чём вообще с ним можно общаться? Зато на соседнем балконе благодать... На соседнем балконе страдает... Кошка Жозефина... Она так каждый месяц страдает... От чего не понимает... Потому что на улицу не ходит... Ну, Барбос-то на улицу ходит... Он уже в курсе, чё она страдает... Он ей говорит... Мать, тебе крупно повезло... Я летающий доктор Барбос... Я тебя сейчас вылечу... А Жозефина уже типа догадывается... Отчасти... Чё это будет за лечение? Вы говорите... Нет... Только не здесь... Давайте прячь ещё куда-нибудь... Ну вот, значит, залезают они под лыжи-пацанки... Залезают в арбос на Жозефину... Типа массажик ей сделать... Цепляет её зубами за шкирку... Легонечко так... И уже в следующий момент... Думает... Блин, надо было покрепче прихватить... И прижать получше... Потому что Жозефина из-под него... Уворачивается... И выпит его по морде... Всеми четырьмя лапами... И орёт... Арнольд, Арнольд... Куси его... Он не доктор, он сексуальный манер... И на балкон выскакивает Арнольд... Такой реально бульдерьер... Привет из девяностых... Но Барбоса ему уже не достать... Барбос уже сидит на ветке... Напротив балкона... Раскачивается... И за Арнольд истебётся... Шшшш... Арнольд... Шшш... Куши меня, Арнольд... Куши... И... Так... Вот-вот... С бульдерьера прибавляется... А тут подлетают... Куши... Садятся рядом на ветку... И спрашивают строго... Арнольд... Наоборот... Нам это не фига... Не нравится... Правильно разгоняйтесь... Правильно... Барбос отвечает... Мир, любовь... Пацаны, девчонки... Ваша маня... Только шоу молока наклевалась... Лежит... На балконе... В дырку пролезть не может... Слетайте её... Протолкните... Будет вам счастье... А шо касается... Ваших гнёзд... Нет... Мне совсем не интересно... Где там ваши гнезда... И шо там в ваших гнездах... Мне тоже... Абсолютно нет... Безразлично... Так вот говорит Барбос... Но на самом-то деле... Ему жутко интересно... Что там в тех гнездах... И поэтому... Звучат его слова... Фальшиво... И убедительно... Вороны тут же... Поднимаются в воздух... Перегруппироваются... И толпой валят на Барбоса... А Барбос уже понимает... Что сейчас будет... Раскачивает ветку... Отталкивается от неё... Как от трамплина... И прыгает в ближайшее открытое окно... Чтоб воронам не попасться... Залетает в кухню... На втором этаже... Забивается под стол... И тот его накрывает... По-настоящему... Начинается у него стрёмный колюционоз... Глючит его... Ногами... Вениками... Хвостами... Головами... Крыльями... Швабрыми... Тряпками... И стрёмный голос... Всё время орёт... Идёт охота... На котов... Идёт охота... Барбос вжимается в угол... И говорит себе так... Это не страшно... Это глюк... Это пройдёт... Но фигня не прекращается... Тогда... Барбос... Осторожно... Высовывает... Нос... Из-под стола... И видит... Сюда... Ну реально... Короче... Вороны... Не вписались в поворот... И следом за ним в кухню залетели... А там значит... Тринадцатиметровая однушка... Там восемь пенсионеров... Отмечали какой-то свой пенсионерский праздник... Им было хорошо... Да... Вот у них водочка на столе... Высоски на магнитофоне... А теперь значит... Водочка на полу... Оливье на потолке... Магнитофон растоптан... Восемь подпитых пенсионеров... Гасают по квартире... За четырьмя воронами... Которые тоже мечутся... Не знают куда вы выйдете... Значит... Со швабрами за ними... С тряпками... И трудно себе даже представить... Что вообще произойдёт... Когда они кота найдут... Барбос думает так... Я в такой квартире бывал... В плане его вкус здесь знаю... Короче... Сейчас... Слева по коридору... В совмещенный санузел... Судя по запаху открытый... Так... Сейчас на раз-два-три... Выскакиваю... Прячусь под ванну... И хрен меня тут достанут... Если я сам не захочу... Раз... Два... И тут он замечает... На полу... Очень-очень вкусную... Рыбную нарезку... И всё... Все мысли только о ней... Сейчас красиво выскочить... Изящно ухватить... И обратно под стол... Хавать... И он готовится к прыжку... Припадает на передние лапы... Раскачивает зад... Отталкивается задними лапами... Передние лапы не срабатывают... Он кувыркается через голову... Выкатывается на середину кухни... Получает пас... Рикошетит от холодильника... Призевляется на подоконник... И тут в него ударяет ворона... Которая дура только-только догадалась... Что в окно можно вылететь... Конечно же в окно она не вылетела... Но барбоса с подоконника ошибла... И вот он падает... Со второго этажа в кусты... В принципе ничего страшного для кота... Но это не простые кусты... В тех кустах живет страшный зверь-чупась... Которого все пенсионеры подкармливают... И этот чупась любые ништяки... С любого этажа ловит зубами в лед... А пасть у него как чемодан... А зубы как компостер для билетов на тот свет... И вот прямо сейчас... Он сидит под пенсионерской кухней... И ждет чего пенсионеры скинут... Разин в эту страшную пасть... И барбос прямо туда падает... Так раз, значит, минуточка... Ставшая вечностью... За эту минуточку он успевает... Передумать миллион мыслей... Ухватиться за самую невероятную... И начать ее развивать... То есть начать вертеть... С теми четырьмя лапами... Усами, ушами, хвостом... Как пропеллерами... Подымает вокруг себя воздушную волну... И на этой волне подымается... Прямо к себе на пятый этаж... Прямо на балконе... Прямо на балконе... А на балконе лежит... Ворона Маня... И говорил, ты знаешь, барбос... Летать я, наверное, сегодня уже не смогу... Но зато я, ты понимаешь... Я в такую глобальную тему врубилась... Ёлки... Прямо не представляю, как это я раньше не догонял... На самом-то деле... Я же летать-то не умею вообще... Вот то, что я делаю... Ты что, я просто беру и от воздуха тупо отталкиваюсь... Но какой же это нафиг полет? Это все равно, что по воздуху пешком ходить... А настоящий полет... Вот тебе, барбос, легче понять, что такое настоящий полет... Потому что ты без крыльев... А мне вот крылья все перемешали понять, что такое настоящий полет... В настоящем небе... Которое, в принципе, везде... Но на самом деле нигде... Пиви ее... Я вообще понятно объясняю? Барбос улыбается, говорит... Спокойно маня... Тебя сейчас попустят... Меня уже почти попустило... И тут его накрывают по новой... Вот такое молоко... Спасибо, спасибо... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА